Всем привет! Я даже не знаю, как в это поверить, но Алихан Смаилов, премьер Казахстана, сообщил, что якобы за отчетный период экономика Казахстана подросла аж на 3,2%. По крайней мере, такой отчет он дал президенту Казахстана Касым Жамар Такаеву, и что якобы объем услуг вырос на 2,4%. Вот интересно, ощущается ли это в магазинах, ощущается ли это на зарплатах, на уровне жизни? Я что-то в этом очень сильно сомневаюсь, неужели больше похоже это на дутые цифры? Мне кажется, что так оно и есть, и как это может расти экономика, когда мы видим, что мало что работает с точки зрения экономики, производства, аграрии. Просто смешно. Ну а это кадры, в общем, задержания подозреваемых. В Уральске недавно, в минувшую субботу, в открытую, в кафе зарезали предпринимателя. И вот подозреваемых арестовали спустя несколько дней. Что интересно, видео об этом попало в сети. Было видно, как произошло убийство. Конечно, это вергло в шок жителей города Уральска. И было широкое обсуждение, оно сейчас продолжается. Люди осуждали этих ребят. Ну а потом, когда полицейские сообщили причину, почему это произошло, окажется, данный предприниматель якобы задолжал зарплату одному из вот этих правонарушителей злостных. И вот они другого способа не нашли, как вот таким образом решить эту проблему. Ну и, конечно, что понеслось. То есть, если раньше осуждали, то когда люди узнали о том, из-за чего произошло, стали немного как бы, не то что немного, а вообще на сторону вот этих ребят. Почему так произошло? Почему в Казахстане так происходит, что убивают за зарплату других людей? Это же неправильно. Ну так произошло. В принципе, в нашей стране не все так правильно. Законы, если бы работали, если бы были бы независимые профсоюзы, суды, полиция, прокуратура. Если бы люди работали по трудовым договорам, ничего бы, наверное, такое бы не произошло. Но, к сожалению, что есть, то есть. Очень много стало писать в комментариях, что вот я тоже столкнулась с такой ситуацией, когда работала без договоров и не выплатили зарплату, выкинули с работы. И так и иначе люди вот это постоянно сейчас обсуждают, в какой-то степени даже оправдывая этих ребят. Мне, честно, по-человечески очень жалко. И как предпринимателей, и как этих ребят, которые вот испортили себе жизнь. Человека лишили жизни. Это, конечно, неправильно. Но как быть в нашей стране, когда такой бардак? Когда основная часть, большая часть жителей Казахстана работают без договоров. И работодатель, что хочет, то и делает. Хочет, то ворит. Хочет, не выплатит зарплату. Потому что нету договоров, нету правовых отношений, как бы, куда идти в суды. А в судах скажут, а есть ли у вас договор? Да если и есть, станет ли суд на вашу сторону? Мы-то знаем, какие у нас суды. Где департамент труда, где прокуратура. Почему так в Казахстане сложилось, что люди, уже не находя другого способа, начинают решать проблему с зарплатами именно вот так? Это, конечно, страшная вещь. Да, страшная. Но для других предпринимателей, для работодателей, это будет примером, что нужно работать по договорам, что нужно выплачивать, не задерживать зарплату, что нельзя обманывать. У нас и так жизнь очень тяжелая в Казахстане. Экономические условия. Цены растут с каждым днем. Закредитованность. Я, конечно, не оправдываю, ребят. Вот и суд, наш суд, поставит точку. И вина, если будет доказана, они понесут свое наказание. Но так или иначе, что есть, то есть. Как бы оставляйте по этому поводу свои комментарии. Сколько не хватало? У нас не хватало порядка 500 гектар земли. У нас не хватало. Как это выявили? Население обращено. Как это выявили? Откуда я знаю, как это выявили? Я откуда знаю, как это выявили? Вы говорите, 500 гектар земли не хватало. Это я примерно говорю. Не задавай вопрос, я отвечу и все. Давай так. Я первый раз так даю интервью. Да, хочется, конечно, засмеяться. Но это вот так. Аким якобы сельского округа Григорьевского разговаривает с журналистами. Тут вопрос в чем. Ну, если чиновник себе позволяет такое по отношению к журналистам, будем так говорить, когда она разговаривает с простыми людьми, сразу же встает вопрос, как она разговаривает с простыми людьми. Будем надеяться, что не так. А вот чисто по-человечески, как чиновник, как подобает. Ну, когда вот на такое смотришь, уж сомнения крадутся конкретные. Что закон закон, я наоборот. Вы сейчас, вы сейчас нарушаете мой закон. Вы сейчас нарушаете мои права. Я ничего закону. Я просто, это, Сан-Тукай сказал, имеете право открыть партию. А если партию открыть, мы должны привлечь народ к этой партии. Правильно? Правильно? Я ничего закону не сделал. Я ничего закону не сделал. Смотрите, вот. Бушик. Пожалуйста, пожалуйста. Это народная партия. Я начальник отдела прокуратуры. Да. Ваши действия незаконны. В чем незаконны. Потому что вы... Читайте, читайте, что здесь. Вот эта партия Аллах-Казахстан не зарегистрирована за участие. Правильно, правильно. За участие не зарегистрирована партия. Предусмотрена ответственность, административная ответственность. Мы сейчас проходим стадию регистрации. Согласитесь. Я не прекращу, потому что это моя христианская демократия. У нас она даже во сне не снится в Казахстане. В городе Уральске Бигбулат Утюбаев, гражданский активист, пытается привлечь новых людей в инициативную группу по созданию новой партии ОЛГА. И ему не дают прокуратура, полицейские. Кстати, вот с 7 числа он ходил по рынку, раздавал листовки. И в итоге его якобы увезли в полицию и наложили штраф более 150 тысяч тенге за участие незарегистрированной организации. Ну вот как-то так. Что интересно, инициативная группа данной партии уже несколько месяцев борется, чтобы зарегистрировать свою инициативную группу в юстиции по созданию партии. Но там в юстиции говорят, что список, который вы подали, там есть несовершеннолетние мертвые души. Но при этом не говорят конкретно, кто несовершеннолетний, кто мертвая душа. И таким образом отказывают от регистрации инициативной группы, чтобы они дальше могли идти и заниматься созданием партии. Вот такая демократия в Казахстане. При Назарбаеве даже было больше партии. Но сейчас ни одну партию еще при Такаеве не зарегистрировали. Алексей, просто чисто по человечеству. Сейчас вот идет война, и эта символика, она просто неприемлемая, понимаете? Купите, я вам дам другую футболку, я эту заберу. Ну серьезно? Серьезно? Зачем? Для чего? Как для чего? Вам заняться нечего. Вот эта буква З, В, О, она неприемлемая, вообще на территории Казахстана. Вы покиньте территорию, пожалуйста, участники? Я не на территорию. Вы на территории находите? Ну вот, смотрите. Нет, нет, нет. Вот граница участка, вот здесь. Вот граница участка, да? Вот видите, старый огражденный стоял забор здесь. Пошли, сделаем другую футболку там. Спасибо, я нахожусь на своей футболке. Я вам подарю футболку. Ну вы, наверное, поняли, что это дело происходит в Казахстане, в Уральске городе. И вообще, буква З для меня это плохой знак. Это знак агрессии на сегодняшний момент. Это знак того, что Россия использует его как символ вторжения, символ так называемой военной операции. Российское правительство, власть внушила своим гражданам, что там неправильное правительство, что там Бендера, что там фашизм и что нужно с этим как-то разбираться. Манипулирует общественным мнением и настроила общественность против Украины. Ну а этот знак З, это типа символ разборок. А что будет завтра, если по отношению к Казахстану могут принять такие меры? Да, кем пристанут эти люди, которые носятся с этими знаками в Казахстане? Кого они поддержат? И, конечно, казахстанские патриоты, те, кто неравнодушен, что будет завтра с Казахстаном. Они, соответственно, так реагируют на букву З. И это естественно, поскольку это не приветствуется. Это вызывает агрессию. Так что гости, приезжающие из России, оставляйте эту букву у себя там. Но не выпячивайте. Ну и свои мысли также по поводу этого имперские. Ну а жители Казахстана, если вы уж носитесь с этими буквами, так или иначе будете нарываться на вот такое отношение со стороны граждан Казахстана, которые хотят жить в мирном государстве. И чтобы никто не вторгался и уважал суверенитет нашей страны. Ну и далее, также вот по этой теме, в общем, в Карганинской области, в городе Сарани, арестовали на 7 суток мужчину, который нанес на памятник букву З, краску. И его таким образом наказали. Вменили ему в мелкое хулиганство. Сейчас он отбывает такое недельное наказание, когда вроде бы надо поддерживать Казахстан. Ну не нашу власть, потому что наша власть, она не достойна, естественно. Надо выстраивать собственный Казахстан, независимый, самостоятельный, объявлять спрос на честную власть, участвовать в выборах, ковать и делать так, чтобы власть была честной. А это только через выборы, возможно, через активное участие в политической жизни, а не вот таким способом где-то рисовать. З, там, с символикой другого государства ходить. И, конечно, это сейчас как красная тряпка, и не стоит этим даже заниматься в Казахстане. Но те, кто действительно болеет за Казахстан, которые борются за то, чтобы были политические изменения в сторону демократизации, чтобы был мир, чтобы экономика развивалась, люди хорошо жили, независимо от национальности, религии, комфортно, они беспокоятся о том, что может произойти с Казахстаном завтра. Они видят, как российская власть относится к Украине, что происходит, ну это же просто ужас. И поэтому такая реакция на букву З, имейте в виду. Вот как-то так. Это все. Оставляйте свои комментарии, будет интересно, будет дискутировать. Ставьте лайк и делитесь с этим видео. Также подписывайтесь на телеграм-канал. Ссылку видите перед собой. Она вот также в описании. Там, между прочим, выкладывается видео, которое невозможно выложить на YouTube. Да, по цензурным соображениям. YouTube сейчас, ну, это не тот YouTube, который был еще год, три года назад, где можно было выложить различные видео. Но сейчас уже это невозможно. Поэтому более такое видео радикальное, которое, я бы сказал, более такое смотрибельное, может быть, даже шокирующее, больше вот на телеграм-канале. Да, к сожалению, это так. Все. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok